Вести Карачаева, Черкесия В Парке культуры и отдыха Зеленого острова в Черекесии высадили саженцы СЭКВОИ. И уже в следующем месяце в республике пройдет масштабный всероссийский фестиваль воздушных шаров. Далее об этих и других темах. Глава Карачаева, Черкесия, Рашид Тимрезов от имени всех жителей республики выразил глубокие соболезнования родным погибших в результате стрельбы в 88-й школе Ижевска. Все мы потрясены этой чудовищной трагедией, жертвами которой стали 17 ни в чем не повинных людей, детей и взрослых. Скорейшего выздоровления всем раненым. Нет слов, которые могли бы утешить в этот скорбный час тех, кто потерял родных и близких. Но пусть наше сочувствие и поддержка хоть как-то помогут перенести боль утраты, написал Рашид Тимрезов. По-прежнему работает горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Ориентируйтесь на официальные источники. Не доверяйте слухам и непроверенной информации, отметил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства, мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки. Получить информацию можно не только на горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства. Объясняем.рф Открыта и горячая линия Миноборнауки России по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, возникающим у обучающихся в вузах. Студенты могут узнать всю интересующую информацию, в том числе получить разъяснение о правилах призыва, консультации по вопросам социальной и правовой защиты и психологическую поддержку. Горячая линия работает круглосуточно по телефону 8 800 222 55 71. Еще раз повторю, 8 800 222 55 71. Карачаево-Черкесия получит в опережающем порядке финансирование на строительство жилья, реконструкцию систем питьевого водоснабжения, а также повышение сейсмической устойчивости домов. Средства будут выделены республике и еще 11 регионам России благодаря перераспределению бюджетного финансирования. То есть средства, которые планировалось израсходовать в 2023 и 2024 годах, будут направлены субъектам уже сейчас. Опережающее финансирование – это возможность придать ускорение реализации федеральных проектов «Жилье и чистая вода», создать ряд новых инфраструктурных объектов. Более половины выделенных средств будет направлено на строительство жилья в 12 регионах. Это 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Помимо Карачаева-Чехеси, финансирование получат Татарстан, Удмуртия, Чечня, Краснодарский край, Костромская, Липецкая и Самарская области. Еще одно направление, опережающее финансирование – реконструкция систем питьевого водоснабжения. На эти цели 10 регионам в этом году будет выделено около 2 миллиардов рублей. Уже сейчас в рамках федерального проекта «Чистая вода» в республике строятся крупные объекты водоснабжения. Они обеспечат чистой водой более 66 тысяч человек, проживающих в 26 населенных пунктах. Это Карачаевский групповой водопровод, объекты водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного комплекса «Тиберда-Дамбай». Кроме того, еще два объекта водоснабжения обеспечат чистой водой жителей 15 населенных пунктов Хабесского, Абазинского, Адгихабльского и Ногайского районов. Завершить строительство всех объектов водоснабжения планируется поэтапно с 2022 по 2025 годы. В республике по-прежнему ситуация с коронавирусом непроста. Ежедневно выявляется порядка 90 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зараженных за два года борьбы с этим заболеванием в Карачаево-Чехесе составило 49 692 человека. Из них 47 511 выздоровели, 984, к сожалению, скончались. А в настоящее время госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах чуть менее трех десятков человек, а остальные проходят лечение в изоляции и находятся под наблюдением врачей. Черкесск примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Первый и важный этап заключается в том, чтобы определить территорию для участия в конкурсе и дальнейшего благоустройства. В случае победы республиканской столицы во всероссийском конкурсе лучших проектов, горожанам предлагается выбрать одну из трех общественных территорий для благоустройства. Это Малый пруд и пешеходная зона вокруг Большого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», аллея по улице Даватора и сквер в районе РТИ. Подробности у заместителя директора центра «Мой бизнес» Рината Хатуаева. Минстру РФ объявил дополнительный набор конкурса малых городов в этом году, изменил условия участия и сейчас в конкурсе могут участвовать города с населением от 100 до 200 тысяч человек, что позволяет городу Черкесску в этом году принять участие в таком конкурсе. Таким образом, уже Усть-Джигута в 2022 году выиграла и Черкесск тоже может рассчитывать на победу. Мне кажется, это символично, учитывая, что сейчас идет столетие республики. До 30 октября нужно подать заявку в Минстрой. Огромное количество мероприятий и процедур нужно произвести, поэтому очень важно, чтобы все заинтересованные в преображении нашего города, граждане активнейшим образом принимали участие во всех мероприятиях проекта. Пенсионеры и селяне, получающие повышенную на 25% фиксированную выплату, продолжат ее получать, даже если переедут в город, либо если сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Новая форма действует с начала этого года. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства происходит автоматически, без обращения в пенсионный фонд. Напомним, неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж, с 1 января 2019 года начали получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, инвалидности. В этом году с увеличением с июня фиксированной выплаты к пенсии до 7 220 рублей увеличился и размер сельской 25% надбавки и составил 1 805 рублей, а для получателей страховой пенсии по инвалидности третьей группы – 902 рубля. С начала действия закона право на установление надбавки к фиксированной части страховой пенсии получили порядка 1500 жителей Карачаева-Черкесии. Во втором квартале этого года 77% всех обращений в органы Пенсионного фонда Республики поступили в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства или на портале госуслуг. Так, около 96% заявлений о назначении пенсии поданы онлайн. При этом в большинстве случаев выплаты с согласия человека были назначены также дистанционно на основе данных из информационной системы Пенсионного фонда. Кроме того, через личный кабинет можно заказать электронные справки, чтобы направить их в другие организации. В кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, стажах и отчислениях работодателей на пенсию. 98% запросов жителей региона на получение такой информации поступили в электронном виде. Для семей, получивших сертификат на материнский капитал, в личном кабинете всегда доступна актуальная информация о сумме, которую можно использовать на выбранные цели. Практически все владельцы сертификата проверяют эти данные онлайн, не обращаясь в отделение Пенсионного фонда. 92% семей Карачаево-Черкеси таким же способом подают заявление о распоряжении материнским капиталом. МВД по Карачаево-Черкеси в очередной раз обращается к жителям республики быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Не забывайте, что работники банков никогда не звонят клиентам с вопросами о персональных данных и не пугают потери денежных средств. Они не просят назвать данные банковских карт клиентов либо поступившие посредством СМС одноразовые пароли. Кроме того, работники финансовых учреждений не просят клиентов оформить кредитные продукты, а затем перевести деньги на неизвестные счета. И в продолжение этой же темы Банк России публикует на основном официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе нелегальные форекс-дилеры. Информацию комментирует заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкеси Рауф Тугов. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти, кликнув на раздел «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта Банка России. После этого в поисковике можно указать название, ИНН, либо адрес сайта организации. И если компания окажется в этом списке, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники. Сейчас в перечне уже почти 7 тысяч сомнительных компаний и интернет-проектов по стране. Банк России выявляет их при помощи специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. Данные обновляются ежедневно. Публикуя этот список, мы в первую очередь стараемся предупредить жителей о возможных мошенниках, своевременно ограничить общение с такими компаниями и свести к минимуму потенциальные риски. В эти дни на базе Центра «Мой бизнес» Черкеска проходит тренинг азбука предпринимателя, участники которого могут узнать об основах предпринимательства, юридических аспектах, нюансах составления бизнес-плана, маркетингового плана, калькуляции себестоимости и многом другом. Мероприятия проводятся в целях реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы. Как мы же сообщали, элементы финансовой грамотности появились в таких предметах, как математика, окружающий мир, общество знания, география и информатика. Обучение предусмотрено для школьников первых-девятых классов. Включение финансовой грамотности в образовательные стандарты инициировал Банк России. Подробнее расскажет управляющий отделением Банк России по Карачаево-ЧКС и Дмитрий Мещеряков. В начальных классах детей обучат навыкам безопасного поведения в интернете, правилам составления личного бюджета, умения анализировать доходы и расходы семьи. О рисках предпринимательской деятельности, видах финансового мошенничества расскажут старшеклассники. Кроме того, подрастающее поколение научится самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы. Заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе и в электронном виде. Отдельная тема – цифровые сервисы и способы защиты персональных данных. В целом, Банк России уже разработал свыше 70 сценариев занятий по финансовой грамотности. В Калуге завершилась Всероссийская конференция «ЮИД. Новый этап развития». Карачаево-Черкесию представляла заместитель директора Центра образования номер 11 Черкеска Ирина Попова. Ключевой темой мероприятия стало развитие детских движений и организаций. Участники конференции рассмотрели актуальные проблемы состояния безопасности дорожного движения, роль юных инспекторов дорожного движения в формировании личности с высоким уровнем культуры поведения в дорожной среде и многое другое. В Москве прошло окружное совещание Российского движения школьников для Северокавказского и Южного федеральных округов, в котором принимали участие 550 человек. Это муниципальные кураторы РДШ, представители оригинальных отделений и оригинальные координаторы российского движения школьников. Участники мероприятия обсудили тенденции развития системы воспитания в контексте укрепления системы духовно-нравственных ценностей страны. Медиа-центр РДШ Карачаево-Черкесии отмечен благодарственным письмом за активную деятельность и вклад в развитие информационно-медийного направления в регионе. На курорте Архыз к концу текущего года запустят новую канатную дорогу гондольного типа под названием «Орбита». Ее протяженность составит более двух километров, а пропускная способность – 1200 человек в час. Канатная дорога будет отвозить туристов на высоту 3014 метров прямо на хребет Абишира-Ахуба к самой высокой смотровой курорта. Кроме того, до конца этого года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию гараж аэротрака в поселке Романтик площадью 730 квадратных метров, магистральные сети инженерно-технического обеспечения, автодорогу в туристической деревне Лунная Поляна и парковку автомобильного транспорта на 419 машиномест. В парке культуры и отдыха зеленый остров Черкеска высадили 12 саженцев гигантского дерева «Секвои». Организаторы первой в мире кругосветной экспедиции, совершенной дважды на одной и той же машине, это знаменитый УАЗ-452 «Буханка» посадили в республиканской столице саженцы вечного дерева. Это число выбрано не случайно, а в честь каждого муниципалитета Карачаева-Черкесии. Высота этих гигантов, которые появились на Земле 140 миллионов лет назад, достигает 115 метров, ширина 12-14 метров, а толщина коры 30 сантиметров. Его саженцы организаторы высадят по всему Северному Кавказу, Вархазе, Пятигорске, Нальчике, Магасе, Грозно, Махачкале и других городах. Яркий разноцветный УАЗик жителя подмосковного Чехова путешественника Саши Холодного знают в Европе, Африке и Южной Америке. На легендарной «Буханке» он вместе с командой исколесил 49 стран мира и намерен на ней впервые в истории человечества покорить весь свет. На днях команда путешественников прибыла в Карачаево-Черкесию. В рамках празднования столетия государственности Карачаево-Черкесии на территории Республиканского ипподрома 15 и 16 октября текущего года пройдет Всероссийский фестиваль воздушных шаров «Сто лет на высоте». Мероприятие, которое станет еще одним ярким событием в юбилейный для региона год, организовано Министерством туризма и курорта в республике и будет проводиться впервые. К участию привлечены команды аэронавтов из 21 региона России. За единовременным запуском и полетом красочно оформленных воздухоплавательных средств смогут наблюдать 200 тысяч зрителей. Кроме того, каждый вечер фестиваля будет украшен завораживающим музыкальным световым шоу «Ночное свечение воздушных шаров». Любителям активного отдыха и ярких впечатлений будет предоставлена возможность полетать на аэростате и встретить рассвет во время свободного утреннего полета. Для удобства туристов на протяжении двухдневного фестиваля будут параллельно работать зоны отдыха и фудкорта, а также целый ряд интерактивных площадок с большим количеством эвент-мероприятий, с вовлечением гостей фестиваля и концертно-развлекательная программа. Ну и последняя информация. Во Всероссийском детском центре «Смена» продолжаются президентские спортивные игры, в которых сражаются победители региональных этапов, а это 972 школьника из 81 субъекта Российской Федерации и команды из Донецкой и Луганской народных республик в составе 24 человек. Помимо состязаний, ребята ждут образовательные, творческие и патриотические мероприятия. Они посетят экскурсию во Всероссийском учебно-тренировочном центре профмастерства «Парк будущего», пообщаются с известными спортсменами и сдадут нормативы ГТО на физкультурно-спортивном празднике «Большой старт». Развить волонтерские навыки сменовцы смогут в добровольском празднике «День добра». Команды спортсменов больше сплотятся благодаря участию в отрядной работе и вечерних мероприятиях. Патриотические мероприятия сформируют у ребят гражданскую идентичность и повысят интерес к изучению истории России. В числе таких событий – торжественная церемония подъема государственного флага России, экскурсия по аллее российской славы, поисково-просветительская экспедиция «Имя России». Карачаево-Черкесию представляет команда 5-й гимназии «Черкеска». Ребята показывают хорошие результаты. Девочки в соревнованиях по волейболу вышли из группы с первым местом в 1-16 финала. Мальчики заняли 8-е место по легкой атлетике после трех видов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В горах местами плюс 13-18, в Черкесске переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 25. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!